Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем прямой эфир Prima Media Live. Сегодня у нас в гостях директор галереи Арка Вера Глазкова. Вера Евгеньевна, спасибо, что пришли. Поговорим об искусстве. Добрый день, спасибо, что вы пригласили меня. Я думаю, что это очень интересный формат, когда можно поговорить свободно, легко. Такую интересную тему. Вот объясните мне, 95-й год, страна на распутье, страна в непонятном состоянии. Зачем во Владивостоке нужно было открывать, кто сподобился, кто придумал, кто занялся этим, открывать галерею? Ну, если так сказать, совершить далекий экскурс в те годы, ну, идея была моя изначально. Причем совершенно непонятен был формат галереи на тот момент. Были только размышления, консультации, мысли по этому поводу. Ну и потом, на самом деле, вот именно 90-е годы явились тем самым временем, когда вообще открывались первые частные галереи в России. Тогда в Москве открылись первую часть этих галереи, и появилось такое направление — современное искусство. Именно в России. Хотя к тому времени в мировом искусстве уже давно существовал термин contemporary art, и уже не только были галереи, уже открывались музеи. Все, contemporary art, современное искусство, этот термин, все равно восходит к модернизму. То есть все равно идут все истоки из модернизма. Почему мне пришла идея в эту мою голову, так сказать, открыть? Потому что, ну, я вообще всегда интересовалась чем-то новым. Мне было важно реализовать свои собственные знания, свой опыт, который я накапливала в течение жизни. Но так сложились обстоятельства, что я смогла позволить себе сделать это. И первоначально галерея была открыта после больших и разных консультаций с искусствоведами, в частности, с моей подругой Мариной Куликовой и художниками Владивостока. Что этого решили открывать? Не боялись? Боялась. Это же время тоже такое непонятное совершенно было. Время непонятное, да. Как вот на первых порах это все было? На первых порах это было все очень сложно. И, конечно, большое влияние оказали художники, с которыми мы общались в тот момент и которые поддержали. Была же там Приморская картинная галерея, которая, казалось бы, должна предоставлять залы для приморских художников, для развития местного, локального нашего приморского искусства. Ну, да, я понимаю, что вы говорите. На самом деле это очень важный вопрос. Хорошо, что вы сказали. Потому что галереи бывают разные. И Приморская государственная картинная галерея, в первую очередь, это художественный музей. И функции музея нам понятны. И потом этот музей существовал уже не один десяток лет. А галерея, и галереи бывают разные. Я имею в виду, что по функции, по состоянию. И галерея Арка открывалась как частная галерея, как, скажем так, новая площадка для презентации, для популяризации творчества художников. И вот важно было в тот момент, когда открывалась галерея, выбрать правильную, так сказать, стратегию, и чем заниматься, и как вообще продвигать искусство. То есть в каком формате работала бы галерея. И я выбрала формат некоммерческой организации. И вот в тот момент, наверное, и произошел этот диссонанс галереи художники, потому что художники, конечно, ожидали нечто другое получить. Это некий очередной салон, который бы занимался только продажами картин. А мне всегда хотелось участвовать в художественном процессе. То есть понять его изнутри, определиться с художниками, популяризировать их творчество, показывать совершенно новые проекты. На тот момент, начало 90-х, современное искусство получило большой импульс в России. И очень хотелось именно в этом направлении работать. Но опять же, возвращаясь в то время, конечно, первые годы, они были очень трудными, потому что не было помещения. Мы работали в мастерской художника Сергея Симакова в Доме культуры железнодорожников. И потом уже, позже, гораздо появилось вот это помещение на Светландской 5. Когда оно появилось, когда был сделан ремонт качественный. Это 97-й год, да? Да, мы открыли этот зал 28 декабря 1997 года. 16 лет. Да, я думаю, что с этого момента идет история галереи. Такой вот именно галереи. Конечно, даже открыв свой зал, мы очень долго не могли понять, в каком направлении нам двигаться. Ну, я изучала опыт коллег московских, я очень много читала о зарубежных галереях, как вообще все это проходило. И контакты с московскими галеристами мне, конечно, во многом помогли. В частности, с Еленой Селиной, это директор XL-галереи Москва. И так сложилось, что в 1999 году Лена Селина прилетала во Владивосток и участвовала. Она прилетела с конкретной целью выбрать художников Владивостока, которые могли бы принять участие культурные герои 21 века. Это была, ну, как сказать, большая выставка российская, в которой были не только художники участвовали, но и музыканты, современный театр, современная музыка. Такой глобальный большой проект, но я не буду о нем очень много говорить. Все-таки это была политическая поддержка, и уже прошло время, и этих политиков уже нет на сцене. Но, однако, вот они в свое время оказали большую помощь таким проектам. И от Владивостока поехали четверо. И с того момента я вошла в некую такую московскую жизнь галерей. И еще больше изнутри узнала, что такое галерея, и совершенно четко определила для себя понимание, что я буду делать во Владивостоке. Конечно, я отдала дань, я хотела заниматься современным искусством и продвигать новых и интересных художников. Но не забывая при этом традиционную приморскую школу живописи, которая на тот момент существовала уже достаточно прочно. И художники состоявшиеся, состоялись, и без моего участия. Но новый выставочный зал, конечно, привлекал их внимание. И очень трудно было отказывать. И я, в общем, выбрала для себя такую золотую середину. Как вообще современное искусство приживалось на нашей Владивостокской площади? Ну, во-первых, это новое было, естественно, для всех. Вообще термин «современное искусство» очень всех отпугивает. Когда говоришь «современное искусство», первая реакция — это высоколобая, непонятная, замудренная и вообще ненужная совершенно. Как получилось просуществовать сколько лет, вызывая интерес у публики? Проекты и выставки художников, которые относятся к категории «современное искусство», «контемпорари арт», неизменно привлекали внимание зрителей. И все-таки, я думаю, противников среди зрителей гораздо было меньше, нежели противников среди художников. Оказалось бы, наоборот, должно быть. Понимаете, да, традиционных художников, которые владеют прекрасно своим ремеслом, создают красивые, умные, замечательные произведения искусства, либо работают как ремесленники, создают какие-то картины, приятные глазу для интерьера жителей города. То есть, конечно, это направление всегда твердо существовало, оно было в Владивостоке. И художники, я думаю, были самые главные противники новых каких-то веяний, может быть. Но с другой стороны... Чувствовали конкуренцию или что они чувствовали? Или то, что они не успевают за веяниями новыми? Трудно сказать. Знаете, я думаю, что это уже дело аналитиков и культурологов. Понять эту ситуацию, возможно, описать ее. Нет, я не думаю, что это конкуренция, я не думаю, что это ревность, я думаю, что это устойчивое понимание художественной ситуации. Вот они принимали это так. Они так воспитаны, они так выросли. Они в этом жили, это было их время. Хотя, опять же, говорить о многих художниках, которые вопреки советскому социалистическому реализму все-таки работали в направлении модернизма. И есть художники, которые работали в направлении минимализма, абстракции. Это как бы тоже было противоречие некое с советским строем. Так и современное искусство, отражающее современное течение жизни, оно вызывало, возможно, протест у этих художников. Но при этом я понимала, что роль галереи вот в этом направлении очень важна. И для художников, которые прожили в галерее вот уже, получается, 16 лет и видели очень многие выставки современных художников, я думаю, что они, возможно, изменили свое отношение к этому направлению. И потом мы не можем отрицать появление новых технологий, мы не можем отрицать то, что большое внимание стало уделяться фотографии. И многие художники, живописцы стали использовать эти новые технологии и создавать какие-то свои новые произведения искусства, используя новые. Я не буду говорить о личностях, я думаю, что я не имею права на это. Все-таки я галерист, и я не должна давать оценки. Это дело критиков, искусствоведов. Но как факт, я думаю, что на наших художников все-таки повлияло присутствие галереи арка. То, что мы привозили интересных западных, российских художников современных, которые работали в области contemporary art, я думаю, что это было все-таки интересно. А зритель, обычный зритель, он всегда принимал все с любопытством, и все-таки с долей такой, ну, меньше было отрицания, чем положительного. Вообще в городе, 600-тысячный город, галерея современного искусства одна. Ну, Порт Мэй, да, ну, это же очень мало. Это очень мало. И, ну, помимо галереи, вот есть другие институции в нашем городе, которые тоже и с фотографами работают, и есть, все равно есть Приморское отделение Союза художников России, которые работают и делают выставки, и также у них есть много интересного. И я думаю, что главная их задача – это сохранить вот то направление в творчестве художников, реалистическую живопись, современную живопись, и вообще сохранить это. И тоже заниматься популяризацией. А уже делать частных галерей, использовать свои площадки как экспериментальное поле для нового. И, конечно, я не могу сказать, что я очень много для этого сделала, потому что, ну, не хватало иногда и художников, не хватало возможностей. Но мы все равно не останавливаемся, мы продолжаем это делать. Параллельно показывая какие-то интересные выставки приморских авторов, которые просто, я считаю, достойны уважения, люди, прожившие здесь жизнь, которые сделали художественный, создали художественный факультет и выпустили огромное количество настоящих, хороших художников. Я думаю, что это тоже нужно показывать и объяснять, и чтобы зритель тоже это видел. Ну а как вот получается, что за этого Черкасова вот уже такое нарицательное имя приморского художника? Вот в моем окружении Герченкасов все прекрасно понимают. Назови другую какую-то фамилию, никто не вспомнил. Почему так, что Черкасов у нас Черкасов, а остальных они не знают, это по сути никто? Ну, вы знаете, мы много делали для того, чтобы узнали художников, которых никогда не видели. В частности, мы делали выставки Юрия Валентиновича Собченко, уже ныне ушедшего из жизни преподавателя Академии, прекрасного живописца, колориста, учителя многих и многих известных художников. Это Александр Пырков, это Евгений Макеев. Я думаю, что эти имена тоже многое скажут. Следующее поколение, Мария Холмогурова. Сейчас у нас проходит выставка Валерия Шапранова. Я думаю, что многие авторы прошли через галерею. А Сергей Михайлович Черкасов прекрасный художник. Что говорить? Потом его главная тема — это город. Естественно, у зрителя ассоциируется имя автора с его произведениями. Это нормально. Ну, а это проблема, может быть, и самопиара какого-то? Ну, вот художники, такие люди, порой не хватает, не знаю, менеджерам. Абсолютно нормальные вещи, когда и сам себя пиаришь, и кто-то тебя пиарит. Ну, это нормально совершенно, как бы кто к этому слову не относился. У нас вообще проблема в менеджерах, культурных менеджерах, которые бы продвигали это все в плане раскрутки. Вообще есть такая институция в городе, хотя бы какая-то небольшая? Да, конечно, но эта институция в городе есть, и я думаю, что это одна из главных проблем не только Владивостока, это проблема России. Потому что мы всегда и очень часто мне задают вопросы, мы говорим об этом, а есть ли вообще рынок искусства в России? В России этот рынок в самом-самом зачаточном состоянии, даже если брать Москву, в которой много галерей. А уже о Владивостоке говорить нечего, потому что главная, так сказать, составляющая, одна из главных составляющих арт-рынка, это все-таки вот та самая цепочка художник, посредник, покупатель. Если этой цепочки нет, и плюс государственная поддержка в виде налогообложения, каких-то законодательной базы, тогда, естественно, соответствующая экономическая ситуация в стране. Вот это вот те составляющие рынка. У нас цепочка, которой посредник, ее нет, этой цепочки. Она есть покупатель, есть художник, а посредник, как таковой, он находится, неважно, кто это, посредник — это дилер. Это может быть физическое лицо, дилер, человек, который любит искусство и с удовольствием занимается этим, занимается презентацией художников. Это может быть галерея, это может быть фонд и так далее. То есть это может быть и государственный музей в том числе. То есть это все посредники. Но вот этого, так сказать, этой цепочки не состоялось. И я думаю, что вот мы как раз в начале пути. Возможно, пройдет еще какое-то количество лет, и эта цепочка появится. Сегодня ее нет. И вот в частности моя галерея, и галерея Порт-Мэй, которая сегодня уже не существует, и галерея, ныне это музей современного искусства, арт-этаж, мы очень много сделали для того, чтобы создать эту цепочку. И просто я думаю, что это дело будущего. Не знаю какого, честно скажу, я не знаю. Когда у нас появится цивилизованный арт-рынок? Но он должен появиться. А что для этого нужно? Если не брать Москву и Питер, что нужно сделать локально у нас здесь в Владивостоке, чтобы хотя бы подобие его появилось? Очень трудно мне ответить на этот вопрос. Что нужно сделать? Во-первых, не все зависит только от локального нашего места, Владивостока. Все-таки большое значение имеет государственная политика. И отношение к тому же частному лицу, частному бизнесу, которая, на мой взгляд, у нас пока что не получила позитивной окраски, по-прежнему это все большей частью негативно окрашивается. А во-вторых, все-таки художник должен понять, что без дилера он не может продавать свои картины. То есть только не выходить на улицу и выставлять вдоль дома? Да, но очень много таких фактов, так сказать, использования галереи. Это я не говорю о своих галерее. Я даже могу взять московские галереи, которые просто работают, продвигают художника. Потом художник решает, что он сам может все делать. И ему не нужна больше галерея, он уходит и работает сам. Но, как правило, опыт московских галерей, московских художников, мне знакомый, показывает обратный результат. То есть художник в итоге уходит с этой арт-сцены и не получает должного продвижения на международный рынок, о котором тоже нельзя забывать, потому что Россия с начала 90-х стремилась попасть на этот международный арт-рынок. И по-прежнему эти попытки делаются. Они достаточно ослабели в последние годы, потому что это очень затратно финансово. Но галереям, как правило, никто не помогает, кроме частного лица, собственных каких-то накоплений или собственного умения менеджерского. Я думаю, что, наверное, эта цепочка у нас родится все-таки. И художник, опять же, не должен забывать, что очень много делают журналы, телевидение, на сегодняшний день интернет-издания. То есть они тоже носят большую лепту в продвижении, в популяризацию творчества художника. Это тоже составляющая того самого процесса, лежащего в основе арт-рынка. А вот в этой цепочке покупатель. У нас сформировался в Владивостоке вот уже образ покупателя, вменяемого покупателя, не который вот эту, вот хочу вот эту, она будет у меня прекрасно сочетаться, не знаю, с комодом или с чем-нибудь, с ковриком, который лежит возле, на входе, я не знаю. У нас уже нормальные люди, а смысленно подходят к выбору произведений, к покупке, либо это вот есть деньги, мы берем все это, вот заверните мне вот эту стену, грубо говоря, правую, я ее заберу себе домой. Я думаю, что у нас есть сегодня цивилизованный покупатель, грамотный покупатель, кто знает, чего бы он хотел иметь. Это собиратели, коллекционеры, причем собиратели в хорошем смысле этого слова, люди, кто покупает живопись, кто покупает какие-то даже объекты современного искусства. Но для того, чтобы стать настоящим коллекционером, нужно пройти такой достаточно долгий путь и самообразования, и работы, то есть знакомство с галереями, с искусствоведами, потому что, как правило, покупатели, настоящие коллекционеры, они посещают арт-ярмарки, которых в мире проходит значительное количество, и куда приводят самое интересное, самое актуальное на сегодняшний день. Ну а также во Владивостоке мы пытаемся эту тему открыть, мы пытаемся создать некое такое сообщество, которое бы заинтересовалось и посещало арт-ярмарки. Тем более, что это удел, конечно, людей, кто достаточно обеспечен финансово, они могли бы себе это позволить. Но все-таки по-прежнему остается, вот как вы говорите, желание просто купить цвет чего-то. Есть такое присутствие. Ну конечно, но это есть везде. На самом деле мы, я не могу сказать, что это только в России, это везде есть. Это нормальное желание человека приобрести что-то такое. Может, оно действительно подходит, и очень даже неплохо. Вы знаете, ведь ярмарки тоже бывают разные. Если вспомнить Москву, в которой есть арт-Москва, это ярмарка современного искусства, есть еще арт-манеж. Арт-манеж позволяет выставляться не только галереей, но и художникам. То есть художник может тоже арендовать себе стенд и продавать свою работу. Куда приходят и коллекционеры, и просто покупатели, которые хотят найти что-то себе в цвет или по ощущениям эмоциональным, им нравится, не нравится. Вообще покупка, конечно, в первую очередь это эмоциональная составляющая, нравится, не нравится. А уже дальше вступает в следующий этап. Это когда человек познает, занимается самообразованием, консультируется. По поводу образования, самообразования. Пытались ли, учите покупателей, художников, правильную подходу к искусству? Не вот так зашел в цвет, увидел, давайте. А вот к осмысленному подходу к искусству, к правильному пониманию современного искусства. Потому что тоже некоторые просто не понимают, что означают символы. Вы знаете, да, мы этим занимаемся, и у нас есть, мы консультируем, и мы рассказываем. Но самое главное, что мы делаем, это я все-таки считаю, что мы проводим выставки и рассказываем о них. И я очень благодарна в данной ситуации журналистам изданий газет, журналов, СМИ всем, телевизионщикам и интернет-изданиям, тем, кто хотя бы маленькую информацию дает о состоявшейся выставке. Потому что это культурное событие, в первую очередь, оно несет в себе просветительскую функцию. Вот каждая выставка — это в первую очередь просветительская функция. И мы на каждой выставке стараемся и рассказывать, и объяснять. А если приходит отдельный человек, который собирается что-то приобрести себе, то, чего у нас, как правило, нет, у нас нет салона, мы рекомендуем, куда пойти. Но при этом мы никогда не отказываем себе в желании рассказать и немножечко, так сказать, ввести, что такое искусство, что такое произведение искусства, что современным искусством является, а что является таким ремесленческим, просто вот картиной, созданной хорошим художником, ремесленником. Это тоже существует, это есть, и от этого никто никогда не откажется. А есть покупатели, которые вот просто следуют моде. Вот вроде ему нравятся, да, вот такие ремесленные картины ремесленников, но вот ему уже сказали, что это уже там прошлый век, вот что нужно сейчас вешать. Конечно, есть такие покупатели, но не у нас в Владивостоке. Я думаю, что такие покупатели, кто следует моде, они даже больше не следуют моде, а они знают очень много о современном искусстве. Они, можно сказать, отдают часть жизни своей, по знанию, узнаванию, познанию, и находятся постоянно, скажем так, в русле, в теме, они понимают, о чем вообще идет речь. Но это, как правило, западный коллекционер. Я встречала таких людей в своей жизни, это очень интересные люди, и большинство из них, это люди, получив заработавшие деньги и желающие стать выше, на ступеньку выше в обществе. Ну и значительная часть, это, как правило, потомки тех коллекционеров, которые коллекционировали еще на рубеже 19-20 века. Им коллекция этого старого искусства передавалась из поколения в поколение, а на сегодняшний день они имеют старое искусство, они покупают современное искусство. Вот один такой пример очень интересный из моей собственной жизни. Я работаю уже давно с художницей Ольгой Киселевой, она окончила Петербургскую академию имени Шкидлица, но работает в Париже. Она уже на сегодняшний день очень известный и признанный европейский художник. Есть у нее такая серия современных натюрмортов, сделанная в цифровом виде, то есть это цифровая работа. И она была однажды приглашена на какой-то прием известному коллекционеру в Париже и была поражена, увидев стену в столовой, где натюрморты старых мастеров, а среди них ее работа висела цифровая, напечатанная на фотобумаге, на дебонде и сверху запластифицированная. То есть такой совершенно современный объект. То есть вот это почему? Что коллекционирование это такой достаточно долгий путь. И понимание современного искусства нужно в первую очередь желание самого человека. Невозможно никого заставить покупать картины, заставить покупать современное искусство, даже если мы сделаем это модным трендом. Понимаете, я думаю, что это не тот путь все-таки. А вообще трендам сейчас, вот находясь в Владивостоке, следовать трудно, либо сейчас интернет сокращает расстояние, и вы, в принципе, в курсе, как, что происходит? Конечно, интернет сокращает расстояние. Более того, каждое известное в мире событие вы можете посмотреть и в интернете. Нельзя пропускать ни одну биеннале, которая проходит в мире. Особенно важные биеннале, такие как венецианская, такие как манифеста, чтобы быть в курсе, что происходит на сегодняшний день. Можно посещать также ярмарки. Мне очень понравился сайт ярмарки «Арт Париж», который немножечко меняется сейчас в своем формате. Так вот, они сделали такой замечательный сайт ярмарки. Каждая галерея представила фотографии работ художника, которые будут выставлены на стенде. И все это было заранее размещено с сценами, с описанием биографии художника. С историей галереи. Это, вы знаете, можно просто было зайти и сразу заранее понять, есть ли у вас желание, у вас коллекционера или собирателя приехать посмотреть эту ярмарку. А если приезжать, то уже, так сказать, готовым, можно быть готовым купить эту работу. То есть, я думаю, интернет — это очень сегодня важно и актуально. А вот поговорили о таких уже состоявшихся художниках, молодые, молодежь. У нас есть подающие надежды, либо уже громко о себе заявившие, либо это вот наша проблема? — Ну вот в этой ситуации я бы как раз апеллировала государству, что важная функция государства — сохранить образование художественное в стране, чтобы оно было сохранено, но и, как сказать, и трансформировалось, и менялось в угоду тому, что происходит сегодня в мире. То есть все-таки давать больше художникам, молодым знаний. Да, сегодня есть каждый год Академия Искусства пускает художников. И среди них есть и очень хорошие художники, начинающие, и, может быть, среднего уровня художники. — Это традиционалисты такие, да? — Ну, они занимаются все, они готовы писать традиционную живопись. Конечно, они все живописцы, в первую очередь рисовальщики, живописцы. Они, пожалуй, не знают и не готовы сделать объект современного искусства. Они не готовы работать с новыми технологиями. С которыми работают художники-живописцы же из других стран. И вот яркий пример этому прошедшая в этом году выставка молодых художников. Две художницы из Владивостока, две из США, из Сан-Франциска. Это был некий такой мост дружбы, предложенный американским фондом. И вот наши девочки писали традиционную живопись. То есть были в основном произведения традиционные. А американки привезли совершенно другое. Это были арт-объекты. И это были очень интересные работы на бумаге, но далекие от традиционной живописи. То есть вот такая вот разница, разность культур, скажем так, и понимание сегодняшнего искусства, она наблюдается и прослеживается. И в этом смысле я вижу задачи галерей, не только свои, но и которые будут открываться. помогать художникам искать себя, находить себя в новом качестве, но и заниматься неким даже образованием, помогать им в этом. И по возможности заниматься популяризацией их творчества. Может быть, начать с того, что они привыкли делать и умеют, а дальше помогать им. Но это зависит еще и от художника самого. Готов ли он меняться, готов ли он идти вперед, готов ли он заниматься современным искусством. Потому что, как правило, это большая работа, и это самообразование, это новое образование. Ну а как быть вот с теми, кто говорит, что вот традиционное, это вот на века. А вот это ваши все эти мимолетные веяния пройдут, а вот лес и там поле ржи, вот оно останется. Вы знаете, ну поле ржи, написанное в 19-м, начале 20-го века, да, это поле ржи. А сегодня написанное поле ржи, оно немножко другое. Оно не пахнет. То есть это уже другое совершенно. Мы живем в другое время, и это нужно понимать всем. Я все-таки, наверное, не должна какие-то вот такие поучительные вещи говорить. Я не искусствовед по образованию, но уже просто я как организатор работаю очень давно в этом направлении. Я думаю, что современное искусство, ну это не мои мысли, это знают все, оно отражает современное течение жизни. И те события, которые происходят сегодня, зачастую художник их даже предвидит. И это нормальная функция художника. Это было так всегда. Не только отражать существующее, но и предвидеть. Живопись никто никогда не отменит. Она будет. И реалистическая живопись, и традиционная живопись. Чем сильна Россия? То есть российское искусство этим очень сильно. И это нельзя отменить. Это нужно развивать, этому нужно придавать новое значение и растить новых художников. Но современное искусство, если мы хотим быть в контексте того, что происходит в мире, если мы хотим войти в мировое художественное пространство, и чем в принципе и занимались московские галереи, но не только частные галереи, и государственный центр современного искусства, который работает уже, наверное, может, с 90-го года. Наверное, ему лет уже 20. Я затрудняюсь сказать точно. Он же тоже работает в этом направлении. И он показывает не только его функция музейная — собирать. Они же занимаются популяризацией современного искусства. Они привозят известных художников с мировым именем, что может позволить себе только либо состоятельная институция, у которой есть деньги, либо вот государственная институция, которая является центр современного искусства. Я в мае этого года встречалась с художественным руководителем ГЦСИ Леонидом Бажановым. В 2000 году он был в Владивостоке. И тогда еще появились эти мечты, что Владивостоку нужен центр современного искусства, отделение. Центр современного искусства. И вот мы говорили с ним об этом в этом году. И Леонид сказал, что да, их планы по-прежнему в силе. Они очень хотели бы, чтобы Владивосток получил такое отделение, которое существует в Калининграде, в Нижнем Новгороде, в Самаре, в Екатеринбурге. И последняя восточная точка — это Новосибирск. Вот они недавно открылись. Я думаю, что большую, ну как бы некую лепту мы, наверное, все-таки внесли своей жизнью и деятельностью во Владивостоке. Я имею в виду и арт-этаж, и галерею Арка, и галерею Порт-Мэй, которой сегодня нет. Но и отдельные личности, кто очень много делал для продвижения, имею в виду искусствоведов, что на сегодняшний день Владивосток готов к этой площадке. Я думаю, что это будет большое дело. Очень хорошо, конечно, показывать, сохранять традиционное искусство, показывать исторические какие-то объекты. Это важно. Ну и нельзя забывать о том, что мир движется вперед, что появляется нечто новое. Этому тоже нужно удивить внимание. Мы сейчас сильно отстаем вот в этом современном искусстве. Да. И нас там вообще, наверное, нет. Или мы чуть-чуть... Нет, вы знаете, я не могу сказать, что уж совсем нас нет, потому что Галерея Арка много участвовала в разных ярмарках современного искусства, на которые попасть достаточно трудно. Если ты предлагаешь, как правило, проходишь отбор и предлагаешь не тех художников и не то искусство, тебя просто не возьмут и откажут. Но вот в моей жизни были такие случаи, когда мне не отказывали. Отказывали много. То есть отказов много получала, но иногда не отказывали, а говорили, что да, мы вас приглашаем, вы участвуете, но только с этими авторами. И назвали, ну, то есть показывали, с кем я должна участвовать. Ну, это нормально. Ну, у нас есть такие художники. Я бы не хотела сегодня говорить имена, потому что, вот знаете, не хочется никого как-то, да. Художника обидеть может. Да, в этом смысле даже. Просто, я думаю, это не совсем этично. А вот открывшийся вчера буквально Центр современного искусства Заря, собственно, на фабрике Заря. Там еще не были вы? Нет, к сожалению, я не была, но я не знала даже, что не открывается. Не было никаких нам извещений по электронной почте. Центр современного искусства пока еще мало там, да. Ну, вот тоже вот у нас были ребята, вот в студии говорили, есть планы вот привозить сюда. Ну, единственное, что пока привозить сюда и за редким исключением кого-то здесь наших пытаться найти. Но ребята молодые, как вообще опыт, важен ли опыт? Либо юношеский задор такой тоже важен. Что важнее вот в этой ситуации, когда работаешь вот в современном искусстве? Ну, важна мотивация в первую очередь со мной, той личности, которая собирается это делать. Без этой мотивации невозможно. Ну, и, конечно, нужен опыт. И если этого опыта не хватает, то нужно учиться. И, понимаете, ведь вот в Москве же тоже площадка Винзавод она создалась не сразу. Она появилась после уже десятилетней работы, а то и более там 12-13-летней работы частной галереи современного искусства. Вот когда создалась эта общность этих людей, они сделали ярмарку современного искусства «Арт Москва». Появилась площадка Винзавод, и сегодня она успешно работает. Это очень хорошее место в Москве. Потом появилась площадка «Артплей», где помимо искусства могут работать дизайнеры. То есть это очень такое хорошее направление позитивное, воспитывающее, как бы организующая молодежь. И просветитель, большую просветительскую работу ведет. Но я думаю, что, к счастью, Владивосток, наверное, готов сегодня уже к открытию центра современной культуры и искусства, как назовет себя, «Заря». Это очень хорошо, это замечательно. Немного ли будет? Все-таки город у нас не самый большой. Не перекормить бы? Или еще пока голод у нас такой большой? Я думаю, что у нас пока еще голод. Перекормить нет такого пока. На сегодняшний день потому что, как правило, это если привозить известных авторов, делать какие-то известные инсталляции, ну, это дорогостоящие проекты, но можно сосредоточиться на видео, что гораздо проще сделать, и что, кстати, использовала я в своей работе в значительной степени. Очень часто мы делали видеоарт, но когда приглашали художников, это тоже важно, чтобы был художник, но это некие затраты. А так я могу сказать, что через зал в галерее Арка прошли известные имена. Это Олег Кулик, он у нас был. У нас был Сергей Шутов. У нас были известные сегодня в Германии и на восточном арт-рынке, на азиатском арт-рынке художники Мина и Торстен Ремер из Германии, из Берлина. Ну и можно еще Ольга Киселева. Я делала уже, наверное, ей пять выставок ее работы. И она сама приезжала сюда. И мы не собираемся останавливаться. еще был известный видеохудожник из Франции, Динаи, Марсель Динаи с двумя проектами. Кстати, ГЦСИ, Московское отделение, Москва, Динаи считают вообще своим художником. Они очень часто показывают его работы. И я думаю, что это большая удача для Владивостока и для Владивостокского зрителя, что они тоже могли увидеть это. Конечно, хотелось бы показывать новое. Но, как правило, это затратные вещи. И может быть, как раз центр, большой центр сможет это реализовать, нежели маленькая частная галерея. Но тоже же без поддержки властных структур не обойтись. Или все-таки можно это сделать исключительно на пожертвованиях, спонсорской помощи, меценатстве и так далее? Я думаю, что можно и исключительно на частные средства делать. И примеры тоже есть. Но если город хотел бы, чтобы наше население становилось более образованным, возможно, тоже нужно в это вкладывать. Потом, это же тема туризма очень важная. Тема туризма тоже подает в это русло. А с туризмом нам куда нужно направляться в современном искусстве? В Европу, в Америку, либо все-таки Азия наш потребитель, наш клиент? А вы имеете в виду представлять наших художников? И представлять наших, и заимствовать что-то, брать кого-то, привозить оттуда? Либо мы должны быть таким европейским городом в Азии? Я думаю, что в первую очередь, конечно, мы европейский город в Азии. И вот это нужно как-то позиционировать и показывать. А в плане развития отношений они могут быть разнообразными. Потому что мне очень интересны азиатские художники. И вообще азиатский арт-рынок, он вообще сейчас очень интересен. Потому что об этом говорят даже такие факты, что крупные, сильные европейские галереи открывают свои отделения в Пекине, в Шанхае, в Сеуле, в Гонконге. То есть на сегодняшний день это очень актуально. сделать еще одно отделение вот в Азии. Получила большой импульс ярмарка Арт-Гонконг, которая раньше была сугубо азиатской. Такой азиатской и американской, азиатской. То на сегодняшний день менеджмент этой ярмарки это Арт-Базель. Арт-Базель по определению самая крупная, самая известная и самая-самая ярмарка, на которую стремятся все галеристы. Ну а вот по поводу поддержки государственных структур, там, не знаю, мэрии, губернатора, там, может быть, пойти на такой, не знаю, такой скандальный шаг, как Ника Сафрона, там, Глазунов, вот, придворный, так сказать, портрет, полный рост, не знаю, там, Игорь Сергеевич Пушкарев или Владимира Кулышевского в царской штуке и выставить его в галерее Арка вовсю там сколько-то позволяют потолки. И сразу же проснется, проснется интерес и пойдут прихлебатели восхищаться и говорить, ай, как здорово, давайте мы вам будем помогать. Очень трудно привлечь спонсоров, сразу вам скажу, очень трудно привлечь, потому что человек, кто сделал хороший бизнес, это, как правило, успешный человек, он понимает, он знает, как зарабатывать деньги, ему непонятно, почему он должен поддержать искусство. примеры Абрамовича, пока никого не вдохновляет. Но вообще института меценатства у нас как такового нет? Нет, нет, у нас его нет. За те годы, возможно, советской власти мы, население, те, кто был успешен, их просто нет, и они разучили, а новое поколение не появилось, но я не пессимист, я считаю, что появится, нужно просто в этом направлении работать, нужно говорить об этом и об институте меценатства, и в этом вот как раз могли бы помочь властные структуры, они, как мы говорим, личности, личность губернатора, личность главы города, это важно, когда личность приходит на выставку, потому что это создает некий прецедент и желание следовать примеру этой личности. Так было. Ну и их, собственно, полными дураками не делает. Я не знаю, как об этом сказать правильно, но, вы знаете, это важный момент, потому что, опять же, возвращаясь к опыту других стран, западной, западной, европейской части, там принято, там нет такого разделения, там ходят не только просто жители города, но, как правило, успешные бизнесмены, политики, не потому что это модно, потому что это часть культуры, это часть самообразования, часть общей культуры и часть изменения менталитета людей. Понимаете, все равно мы хотим же жить в более, так сказать, мирном обществе, в более позитивном обществе, и если каждый человек будет заниматься и думать об этом, то, во первую очередь, мы, конечно, обращаем внимание, как ведет себя человек публичный, наделенный властью. Конечно, это такой разговор, вы знаете, сложный, потому что сегодня так много каких-то разночтений, много разговоров на эту тему, но вот если говорить узко, посещение музеев, музейных выставок, то я считаю, что у нас в городе с этим все неплохо, Игорь Сергеевич посещает выставки, и он раньше посещал, и мы, что касается моей галереи, мы рассылку делаем, приглашение всем, мы всех приглашаем. Ну а вот жену губернатора выставить не... Ну, под предложением мне не поступало. Потому что вы там доставились на набережной цесаревича, какие-то несколько ее картин видел я. Ну, такое традиционное. Ну, это замечательный человек, работает в этом направлении, художник, и всегда важен диалог, прежде чем сделать выставку, нужно поговорить об этом, и понять, нужна ли выставка художнику, нужна ли выставка галереи. Это вот уже второй вопрос, важный тоже. Как договориться, нужна ли выставка, и нужна ли выставка именно в моей галерее. Галерея работает с разными художниками, как я уже сказала в самом начале, но преследуя одну важную цель, что все-таки мы хотели бы развиваться как галерея современного искусства. Слово современного осталось в нашей юридической, в нашем юридическом названии, тривиально, в обычной жизни я уже его не использую. С того момента, когда я поняла, что я не могу заниматься только современным искусством, все-таки галерея не может отодвинуть существующее уже сегодня большое, очень сильное сообщество художников Владивостока, Приморского края. И мы будем, я думаю, в ближайшее время следовать той же самой цели, мы будем одновременно работать в двух направлениях, мы будем показывать приморских художников, дальневосточных художников и заниматься популяризацией современного искусства, разных, использовать галерею как экспериментальное поле, площадку для нового искусства, и благо, что такие художники в городе есть. И пример тому, я не буду, опять же, не хотела бы называть имена, но у нас такие выставки проходили в галерее. А почему вам это надо, а, допустим, опять вернусь к приморской картинной галереи, у них даже прописано, что приморские художники ставятся во главе угла, и они должны популяризовать их творчество. Как-то там с этим очень все грустно. Вы же видите, что галерея находилась долго в состоянии ремонта, на сегодняшний день, я думаю, что в планах галереи в ближайшее время они будут вставлять приморских художников. Но приморским художникам все-таки что еще важно, функция галереи не только занимается популяризацией того, что делают художники сегодня, очень важно коллекционировать тех художников, кто сегодня работает, а это уже государственная функция, то есть нужно выделять на это средства. Я знаю, что закупок нет давно, и художники от этого очень страдают. только дары, только какие-то покупки сторонних лиц, третьих лиц, подарки музеям могут пополнять коллекцию. А это ведь большой провал, это очень, я думаю, впоследствии это аукнется, это будет, наверное, придется искусствоведам Приморской государственной картинной галереи где-то и в частных собраниях покупать работы, чтобы не было этого провала, пробела 90-е, начала 2000-х. Да, но это государственная функция, сама галерея не имеет средств, чтобы покупать произведения. Вы знаете, сегодня произошло столько изменений и в юридической форме музеев, поэтому очень трудно говорить на эту тему. Я даже до конца не очень понимаю, что происходит с музеями, но главная функция музея все-таки это коллекционирование и сохранение того, что сделано художниками, и показывать это. Хорошо, если они могут делать выставки современных художников, это очень хорошо. Я думаю, что наша галерея будет впоследствии это делать, но я не могу за них отвечать. Это их работа. Завершая наш разговор, что бы вы хотели, чтобы в Владивостоке появилось? Понятно, центр современного искусства озвучили? Да, государственный центр современного искусства. У нас филиал Эрмитажа хотят здесь. Очень хорошо. Что еще? Что бы у вас такая мечта? Вы знаете, очень важны события. И вот наш город Владивосток, он же открытый город. Город Порт, к нам приезжает очень много гостей. Мы вполне в состоянии, именно город Владивосток может сделать какое-то арт-событие важное. В Биенале проходит, это хорошо, но мы, наверное, должны подумать, может быть, даже об арт-ярмарке, почему нет, собственной. Может быть, это будет... Мы доросли уже, да? Я думаю, что да. У нас есть, самое главное, я думаю, что у нас сейчас есть специалисты в области искусства, которые могли бы приложить свои силы к этому и стать такими организаторами. А у нас есть художники, я не говорю только о Владивостоке, я бы вообще взяла шире, может быть, весь Дальневосточный регион постепенно, а может быть, и со временем международный контекст такой придать этому событию. Ну, это вот такая у меня идея, мечта, может быть, мы могли бы это сделать. То есть, нужны события. Может быть, это могла бы быть выставка какой-то фотографии, что-то современное, интересное показать горожанам, потому что, как правило, событие, оно привлекает больше внимания, нежели какая-то частная маленькая идущая выставка. Событие это всегда важно. Это важно не только для горожан, это важно для привлечения гостей в город, которые могут приехать именно на это событие. Но это дело не одного года. Скажем так, это, ну, надо пройти большой путь, прежде чем ты сможешь создать нечто новое. Говоря о ярмарках искусства, которые проходят в разных городах мира, мы же знаем, что у нас есть только ярмарка в Москве на одну, на большую, большую Россию. Художников России много. А у нас есть ли такая возможность в Владивостоке возьмут активные люди и объединятся, чтобы сделать вот такое событие, не будет каких-то подковерных интриг, все-таки люди творческие все вот такие. Вот такой вариант существует, что все возьмут ради общей какой-то цели, отбросят какие-то там старые обиды, ну неважно что, и вот пойдут. Для меня, как идеалиста в жизни, да, я говорю, это мой идеалистический подход, я всегда мыслю, да, но существует, как вы сами назвали, вот эти все факты, которые могут помешать любому делу, но все-таки, я думаю, что позитивная роль этих специалистов должна сыграть позитивное, то есть должна создать позитивное дело какое-то. Я думаю, что вполне реально в Владивостоке это сделать. И несмотря на то, что, да, 600 тысяч жителей, но нельзя забывать, что Владивосток в последние годы привлекает большое внимание не только соседей из Азиатско-Тихоокеанского региона, но и вся Россия, всем интересам в Владивосток. Всем интересен. Вот мы в этом году работали на ярмарке «Арт Париж», и вы знаете, там был проект «Русская платформа», и нас пригласили, галерею пригласили поучаствовать. Также, кстати, было в 2011 году в Мадриде галерею пригласил, Центр современного искусства пригласили нас поучаствовать в этой ярмарке, где бесплатно предоставлялся стенд. Владивосток знает, он интересен. Наряду были галереи из Москвы, Петербурга и Владивостока. В Париже, правда, были уже галереи Москва и Петербург, и Ростов-на-Дону была молодая галерея из Ростова-на-Дону. Это не, так сказать, это такое, все равно, ну, придает некую долю, нотку оптимизма, что все происходит, что-то происходит, и все есть. И то, что мы нашли в этом году возможность съездить, и я хотела бы, может быть, поблагодарить, как раз сейчас сказать о том, что городская администрация нас поддержала в этом проекте. Я очень благодарна, что произошел такой момент в нашей жизни, потому что, на самом деле, в странах Европы, Австрии, Франции, Германии, Венгрии, существует такая практика поддержки галерей для участия вот в таких известных ярмарках, потому что это очень затратное мероприятие, но галерея не может зарабатывать сама деньги, потому что главная ее задача и главная ее функция все-таки просветительская работа, если у галереи нет какого-то художника с мировым именем, работа которого стоит дорого. Нам до этого еще очень далеко, у нас нет мировых имен, и поэтому будем заниматься просветительской работой, будем идти дальше, будем привозить и приглашать художников и по возможности посещать известные ярмарки искусства, где представлять творчество художников Владивостока. Спасибо большое, что пришли. У нас гостя была Вера Глазкова, директор Галерея Арка. Спасибо вам большое. Удачи вам, да. Спасибо. О портрете Сергеевича надо подумать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова